Хочу быть разобранной! Так написала мне Наталья, которой 50 лет и которая в телеграм-канале уже отхватила кучу комплиментов. А привет от Татьяны, 49 лет, у нас с вами рекомендации по фото. Ну-ка посмотрите. А скажите, пожалуйста, тоже Наталье комплиментов, 50 лет, а посмотрите, какая прекрасная кожа, напитанная, упругая, энергичная, прекрасная соединительная ткань. Соединительные возможности. И, конечно же, это генетика, но при этом еще и образ жизни, еще и подход. То есть все вместе, все вместе, генетикой, но работать нужно. Итак, она написала Наталье, что у нее есть доступ ко всем курсам, и она хочет, чтобы ей дали рекомендации, на что обратили первое. То есть у нее абонемент, абонемент, рассказывают, да, на год покупаете доступ ко всем курсам, и в зависимости, ну, как в фитнес-клуб мы ходим, ходим. В фитнес-клуб, где, пожалуйста, ко всем тренировкам доступ, так и здесь. А вы дальше по настроению ходите, то-то да, то-то да. Я вот, например, тоже хожу то на танцы, то в тренажерный зал, то на пилатес, то на растяжку. Как хочется мне, так и хожу, и постепенно вроде как лучше, лучше, лучше. Так, значит, на что мы обращаем внимание первым делом? Вот вы у меня уже все профессионалы, давайте вы подумайте, на что? На что? Жду ваших комментариев, какие бы вы комментарии сказали сами прекрасной девушке. Ну, конечно же, шея. Ну, конечно же, мы с вами сейчас начнем с грациозной шеи, мобилизовать шейный отдел. Потому что, посмотрите, как у нас задраны неравномерно верхние бочки трапециевидных мышц. Одно плечо выше, другое ниже. И грудинно-ключично-сосцевидное контурируется также неравномерной галочкой. Поэтому нам надо обязательно балансировать осанку, для того, чтобы все было гармонично. Не забывайте, что вот эта асимметрия влияет напрямую на асимметрию всего лица. Да, основание черепа, костных структур тоже становится асимметричным. И все лицо едет куда-то не туда. Крыша едет не спеша. И нос становится все более-более асимметричным. Как мы видим, тоже видите, у него ноздри какие неравномерные. И тоже все соответствие, все лицо в одну сторону. Поэтому мы, раз с вами работаем, начинаем с курса «Грациозная шея». Лежим на прекрасном таком гаджете. Остистые позвонки, вернее позвоночник у вас в дырочке. Вдоль лежим, для того, чтобы у нас спинка становилась все более и более ровная. Очень люблю, очень советую лежать так же периодически. Не периодически, а вообще желательно каждый день на этом гаджете. Чтобы задняя поверхность шеи вытягивалась. Но при этом помните, что без активных упражнений. Вытяжение вам даст не очень много. Пассивная работа пассивной. Но без упражнений мы с вами вперед не уйдем. Так, что дальше? И с асимметрией. С асимметрией, с асимметрией. Я думаю, остеопатическую работу с костями и черепа вам уже делать? Или вы у меня сначала массажиками? Потому что мне, конечно, хочется вас нагрузить всего и побольше, сказать. Но мы же должны с вами поэтапно концентрироваться. Потому что если я вам сейчас скажу всего и побольше, вы скажете, господи, когда же это все делать, и в результате ничего делать не будете. Правильно? Поэтому давайте мы с вами начнем поэтапно работать. Поэтапно это грациозная шея. Шейку приводите в норму. Давайте массажик. Давайте. Давайте универсальный массаж. Шесть сеансов. Угу. Шесть сеансов универсального массажа для того, чтобы убрать отечность. Я хочу, чтобы ушла отечность. Есть определенная. Какая отечность? Как я вижу отечность? Так у вас глазки хорошо. Здесь ткани хорошо. Вы видите, как контурируются намечающиеся брыльки в неровном овале лица. Вот у вас, вот еще чуть-чуть, чуть-чуть, и вот здесь вот будет все контурироваться. Здесь есть застои. И именно эти застои я хочу вам брать, чтобы овал лица сделать. А универсальный массаж, он у нас хорошо и грамотно вас пролимфодренажит. Вот. И потом бы я бы хотела... Ну, вот и шейка, да. Вот видите, как здесь хорошо видно, что грудинно-ключично-совцевидная вперед ушла. Вот. Шея что? Шея, шея прекрасно. Да, лимфодренаж. Этот универсальный массаж вам хорошо даст. И вот смотрите. Глазницы у вас, как у меня. Вообще, кстати, не очень мне нравятся такие глазницы. Нам с вами, подруженька моя дорогая, не очень сильно повезло. Бывают и девушки, у которых сама глазница, вот сама вот эта дырка в кости, в кости, не очень большая. Бывает поменьше глазница, и тогда меньше проблем. А у нас с вами прям глубокая и большая. Ну, и, соответственно, тканям сложнее держаться. И вот здесь вот есть провальчик. Поэтому берите, вот смотрите, какое упражнение я сама делаю. Вот видите, из-за темнения у вас ткани там идет. Вот жировые пакетики тоже. Вот вы делаете универсальный массаж. И я вам добавлю сейчас еще один прием. Вот эти берете вот здесь, зафиксировали. И жировые пакетики вот таким вот движением через кожу приподнимаете. Потому что вот здесь у вас будет дырка все больше и больше оголяции. И костная структура будет более пустой. Это нормально с возрастом, но у наших глазниц крупных это очень сильно видно. То есть вот так вот прям аккуратно через кожу приподнимаете. Когда вы почувствуете, что можно, то есть не сразу, поперек морщин, вот такой перетирочкой берете и их приподнимаете. Но ваши пальчики должны быть прям гибкие. То есть не если вы чувствуете какие-то болезненные моменты, что вы рвете, что ткани не пластичные не делаете, постепенно вы к этим подойдете. Либо ко мне приезжайте на массаж, я вам сделаю, покажу, а потом будете сама себя делать. Вот смотрите, взяли, захватили все ткани и вот таким перетирающим движением через кожу приподнимаете, закрываете вот этот костный барьерчик и делаете его мягче, чтобы он не так контурировался. Все, гимнастику для лица надо делать раз в три дня. Раз в три дня чаще не надо. Вы девушка худенькая, наличка. Берегите подкожно-жировую клетчатку. Раз в три дня фейс-контроль тренировки обновленные. Там тоже упражнение, чтобы и круговую мышцу рта нам надо более сделать наполненной. Ну, пожалуй, все. Пожалуй, все, понятно. А вот потом, потом вы поработаете и идите к фейспластике. Вот эти вот курсы сделайте курсом. Грациозная шея, универсальный самомассаж лица и фейс-контроль тренировки обновленные. А потом сделайте и идете на фейспластику. Все три уровня. И все. И у вас носик выровняется. Здесь будет более гармонично. Все. А потом пришлете фотографии, я вам скажу, что дальше делать. Ну, пока-пока. Хорошим с каждым днем. И вы, пожалуйста, напишите в комментариях, какие бы вы рекомендации девушке, которые 50 лет дали. Вышла моя книжка «Вторая молодость кожи» от Татьяны Курчуной. 49 лет. Полноценный курс по омоложению лица. Приобретайте и пишите свои отзывы. Хорошим с каждым днем. заставляйте.